Друзья, я хочу все-таки попробовать достучаться до разума тех, кто будет заселяться в наши квартиры. Вы не в курсе, о чем я говорю? В рубежном, в моем городе, планируют заселять потерявших жилье в квартиры людей, которые выехали. Половина города разбомблена оккупантом, и вот эта оккупационная власть проводит на домах собрания с целью выяснить, в каких квартирах не живут, чтобы эти квартиры раздать нуждающимся в жилье. В итоге на домах появляются вот такие списки квартир, которые, так сказать, будут являться буферным временным жильем, которым будут распоряжаться так называемые власти, и будут это жилье выдавать людям, которые нуждаются в жилье. Плохо, что люди лишились жилья, плохо. И причина тому пришедший оккупант, который разбомбил половину города. И оккупант за это ответит обязательно. Но я хочу предупредить людей, которые планируют заселяться все-таки в жилье. Поймите, обязательно оккупанта из города выгонят. Окупанта не будет. И будет работать украинский закон. Законы Украины будут работать в рубежном. По законам Украины любое проникновение в частную собственность карается по закону, само собой. Подумайте, вы в чужой квартире, вы проникли, вы проникли, не вас пустили туда, а вы проникли в частную собственность. Вы понесете за это ответственность. Как минимум ответственность за проникновение. А второй немаловажный момент, наверное даже более важный, чем проникновение в частную собственность, это коллаборация. Вы вступили в взаимодействие с оккупационной властью. Это коллаборация, и это будет караться гораздо более жестче, чем какое-то проникновение в частную собственность, что тоже немаловажно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы довели до сведения тех, кто будет заселяться. Я понимаю, что нет сейчас интернета, нет связи в рубежном. И люди по своему незнанию, по нужде, нуждается человек в жилье, и вот эта вот власть, она говорит, заселяйся, заселяйся, живи, пожалуйста. Этот человек понесет ответственность, доведите до сведения этих людей.